Что мы наделали, что мы наделали, что мы наделали. А наделали много хорошего. Прежде всего придумали проект, подали заявку, выиграли грант президента. За полтора месяца создали новый творческий центр праздники детства и пригласили на открытие гостей со всего Алтайского края. Русский это не просто населенный пункт Алтайского края, это место, которое известно всей России. И каждый проезжающий в Край, каждый проезжающий по Чуйскому тракту считает своим долгом заехать в Сросске, отдать дань памяти Василию Макаровичу, посетить памятные места. И здорово, что одним таким памятным местом стало в этот раз больше. Творческий центр разместился в доме, где прошли детские годы Шукшина. Задумка понятна, здесь хранятся рукодельные работы его матери, Мария Сергеевна, известной мастерицы. Посмотрел и сам, пробуй сделать. Сросские богаты еще мастерицами, которые владели и владеют по сей день этими уникальными видами рукоделия, ремесел и промыслов. И в архивах музея сейчас уже хранится более полутора тысяч экспонатов, которые рассказывают нам о быте наших предков. Именно это сподвигло нас создать центр творчества в празднике детства. На полученный грант отремонтирована комната, отреставрирован ткацкий станок «Кросс» на изготовленной выставочные шкафы и мебель для проведения мастер-классов. Рядом с классическими станками и прялками – современная вышивальная машина. Здесь мастерицы будут передавать свои секреты и подрастающим сростенцам, и заезжим туристам. Истоки самосохранения в этих народных культурах, в этих обрядовых действиях, которые ремесленничество, какого-то праздничества в особые дни. Центр будет работать все лето. Каждый месяц расписан. Тканный июнь, ремесленный июль, кукольный август. Кроме того, творческий центр уже включен в культурную программу «Шукшинских дней» на Алтае, которую планируется провести в этом году 23-24 июля. На базе праздников детства состоится первый региональный фестиваль народных ремесел. Заявки на участие уже принимаются.